Уважаемые коллеги, тема сегодняшней лекции – эластография печени, неинвазивный метод оценки фиброза печени. Как вы понимаете, это достаточно актуальная тема, и здесь необходимо понимать базовое понятие оценки течения всех диффузных заболеваний печени, которое определяет фиброз, оно определяет клиническое течение, быстроту исхода гепатитов в цирроз, переход стеатозов в стеатогепатит и динамику процесса цирроз-цироз рак печени. И как видите вот из этой слайда, смотрите, в Российской гастроэнтологической ассоциации эти постулаты были обусловлены еще, посмотрите, 2006 по 2012 год они обсуждались и уже являются постулатами последних 8 лет. То есть ей пользуются вот такой вот патофизиологической классификацией все гастроэнтерологи и специалисты лучевой диагностики, в частности, ультразвуковой диагностики нашей страны. Модель взаимодействия врачей-специалистов в гепатологии при использовании эластографии. С учетом того, что меня пригласила читать лекцию Ассоциация онкологов Северо-Запада, то здесь, смотрите, можно вместо терапевта спокойно поставить химиотерапевта, вместо хирурга можно поставить хирурга-онколога. То есть в смысле в чем? Мы помогаем клиницисту, как и более инвазивного направления, и не мало, и менее инвазивного направления поставить клинический диагноз. И врач лучевой диагностики здесь с такой методикой, как эластография, достаточно активно помогает принять такой идеологический диагностический алгоритм с наиболее оптимальным выхлопом, если можно так выразиться. Итак, что же произошло в изменениях диагностических алгоритмов при использовании эластографии? В гепатитах – это решение вопроса времени начала противовирусной терапии. Это больше F2. Отмена повторной биопсии для оценки результатов лечения. Это уже не обсуждается. Это уже яданность 21 века. Мы перестали пунктировать вторую контрольную биопсию последних 8 лет где-то в Смоленске. Мониторинг клинического течения, оценки эффекта от лечения. Это тоже очень важный критерий. Прогноз заболевания. И уже сейчас ведется разговор о замене первичной биопсии вообще эластографии для того, чтобы отвечать на вопрос, есть или нет фиброз. Видите, насколько эффективно данная методика вошла в реальную клиническую практику. В гепатологии очень важна система такого заболевания, как стеатоза стеатогепатиты. И здесь эластография незаменима при выявлении фиброза на начальных стадиях для дифференцировки стеатоз, перехода в стеатогепатит. Мониторинг клинического течения, прогноз заболевания и альтернатива первичной биопсии, если не меняется тактика лечения. Циррозе печени. Это установление диагноза. То есть, когда мы видим F4, это 100% неинвазивно цирроз печени. Мониторинг клинического течения. Ну, я вот возвращаюсь назад, вот именно к F4. Естественно, это идет интерпретация с клиническими данными, чтобы они не противоречили им. Далее. Мониторинг клинического течения, прогноз заболевания и дифференциальная диагностика. Когда мы решаем вопрос, когда возникают очаги регенераты, а когда среди этих очагов регенератов могут возникать признаки малигнизации процесса. И тогда здесь эластография, именно в этом диагностическом вопросе будет решаться вопрос о таргетной биопсии печени. Чтобы мы брали из тех узлов регенератов, где именно вопросы малигнизации стоят наиболее остро. Стандартизация задач клинической интерпретации эластографии для гастроэнтерологов. Чуть-чуть шире, чем гипотологи. Это очень важно для оценки выраженности портальной гипертензии. Я специально привел этот слайд для того, чтобы мы не замыкались в эластографии печени. Когда мы оцениваем циррозы и решается вопрос о портальной гипертензии, необходимо оценивать, проводить эластографию, эластометрию селезенки, для того, чтобы неинвазивно оценить портальную гипертензию, критична она или нет. То есть та необходимость проведения эндоскопии, просто диагностической, нелечебной при варикозно-расширенных венах пищевода, уже меняется парадигма. То есть мы будем делать ФГДС не в диагностической, а только в диапевтической или в лечебной части нашего алгоритма. А для диагностики нам достаточно будет эластографии печени и селезенки, чтобы неинвазивно поставить портальную гипертензию. Вот здесь я вам привел компрессионную эластографию, в которой показано, как меняется селезенка, как выглядит эластографическая картина, при компрессионной эластографии селезенки. Вот она, расширенная венолинализ. Видите, красным цветом это значит жидкость. А вот этот вот синий-зеленый спектр – это неравномерно увеличенная пульпа селезенки во время синдрома гиперспленизма при портальной гипертензии. А это другая уже методика – эластография сдвиговых волн, где мы получаем уже и количественные критерии, выраженные в килопаскалях. А вот здесь вот на этом слайде, обратите внимание, достаточно современные публикации, точнее, значимые публикации для доказательной медицины, которые говорят о необходимости применения данной методики. Вот наши данные за последние пять лет, где мы выяснили, что вот эта красная зона, когда мы видим жесткость селезенки 24,7 килопаскалей и больше, это четко данные признаки о том, что скоро, к сожалению, у пациента может развиться критичное портальное кровотечение из варикозно-расширенных вен пищевода или варикозно-расширенных вен нижней части кишечной трубки. Здесь серая зона, потому что здесь все-таки в этой зоне между 21,4 килопаскалей и 24,7. Мы не можем точно сказать, учитывать комплекс других факторов, анамнестических, лабораторных, изменения коглограммы и так далее. А вот зеленая зона, это когда меньше, то значит мы жесткость пульпы. То при вот таком вот ситуации, численном пороге отсечения, прогноз достаточно был приятен, чтобы мы боялись портальной гипертензии именно в отношении кровотечения. Возвращаемся дальше, клиническая интерпретация эластографии для гипотологов-хирургов. Это полностью относится и для хирургов-онкологов. Выраженность фиброза в дидиффузных заболеваниях печени. Выявление цирроза, неинвазивное, конечно. Прогноз для пациентов, находящихся на листе ожидания на трансплантацию. И прогноз функционирования трансплантата у пациентов с хроническими вирусными гепатитами. Это достаточно важно, неинвазивно и достаточно быстро. С учетом того, что я выступаю в школе именно в стенах прекрасного института онкологии имени Петрова, поэтому я специально сделал слайд по клинической интерпретации эластографии для онкологов. Оценка резервных возможностей печени перед полихимиотерапией у пациентов с злокачественным образованием. И это важно не столько даже для системной полихимиотерапии, это очень важно для селективной химиотерапии, чтобы мы могли ожидать прогноз побочных осложнений. Оценка резервных возможностей печени после оперативных вмешательств, геми-ипатоктомия, типичная резиденция и так далее. То есть хирург должен знать, вы же знаете поговорку хирургическую, что зайти может любой хирург с любым стажем. Вот выйти из живота, это достаточно важный момент. Поэтому человек перед операцией должен, хирург, четко ориентироваться, выдержит ли все манипуляции на печени тот фрагмент, который он планирует оставить. И оценка резервных возможностей печени после малоинвазивных вмешательств. Их становится все больше. И криодеструкции с радиочастостной аблацией сейчас присоединяется и высокофокусированный ультразвук, и микроволновая аблация, и интерстициально-лазерная фотокоагуляция и так далее. То есть нам надо знать, все ли даже малоинвазивные манипуляции выдержат печень, и не озовьется ли печеночеклетчинедостаточность. Очаговое изменение паренхематозных органов, позиция меховых экспертов на 15-й, это мировые рекомендации, 17-й год, европейские. К сожалению, дифференциальной диагностики эластография не поможет для очаговой патологии. Она может уточнить зону биопсии, оценку ответа на системную полихимиотерапию, химиомобилизацию, прогноз заболевания, но дифференциальная диагностика пока не метод для обсуждения эластографии. Я привел специальный слайд для анонимного опроса гастронтерологов, терапевтов, гипотологов, и посмотрите, как интересно. В 2013 году, видите, мало еще, все-таки достаточно много не использовала. А в 2020 году все знают про эластографию, и все ее используют. Единственное, я специально выделил вот эту цифру. Посмотрите, вопрос был как поставлен, проводите ли вы анализ по результатам при получении цифр эластометрии печени разных типов. И вот здесь вот эта цифра, заметьте, она стала чуть-чуть больше, чем в 2018 году, заметьте. Было 65, когда не используют, а выросла она, потому что количество типов эластографии сейчас стало больше. Практически все частные клиники, достаточно большое количество лечебных заведений применяют различные типы. И разобраться не специалисту в них достаточно сложно. Вот это вот одна из главных причин нашей лекции, чтобы было понятно, каким типом можно пользоваться эластографическим, каким нежелательно в тех или иных ситуациях, и как их можно комбинировать. Надо договориться о терминологии. Это вопрос очень важный. Мы не выдумываем никакого российского образца. Мы пользуемся мировой терминологией. Транзиентная эластография. Вот такая авиатура. Компрессионная эластография. Вот такие две буквы. Эластография из двиговых волн. Точечная. Это вот такие три буквы. Мы не пользуемся коммерческими синонимами, которыми оперирует одна из фирм, которая их запатентовала, чтобы не было конфликта интересов. Поэтому оптимально, даже если вы пользуетесь разными фирмами, мой вам совет. Применяйте стандартную мировую классификацию. Точечная эластография. Есть эластография из двиговых волн на различных моделях. Она имеет вот такую вот авиатуру. И что очень интересно, вот в ближайший год появились в России машины, которые используют новый режим комби-эласты. То есть режим одновременного использования нескольких методов. Посмотрите, даже с применением стеотометрии. То есть это в едином, в реальном времени одновременно измеряется несколько показателей, которые потом считают интегративной, интересный компонент активности процесса. Чтобы достоверно говорить, что я имею право делиться с вам не только мировым опытом, но и своим, я вам привел данные, какие эластографии есть у нас. И вот смотрите, у нас достаточно большой опыт. Транзиент у нас с 2007 года, и сейчас она работает. Компрессионная эластография при эндосонографии с 2012 года. Компрессионная эластография печени с 2014 года. Эластография сдвиговых волн у нас с 2013 года. Но комби эласты вот сейчас мы попробовали, ковид нам немножко помешал внедрить эту методику более активно. Но, как вы видите, все основные виды манипуляции у нас достаточно приличный стаж, чтобы говорить серьезно о том, что мы умеем делать. Я привел доказательный слайд, смотрите, 8 лет, где четко, кому мы делали эластографию, мы делали биопсию. Посмотрите, какая рок-анализ, достаточно высокие цифры за 80, за 90 о совпадении с биопсией. То есть эластография действительно работает. Это наши данные. Теперь мы вернемся к очень четко коротким обзорным вариантам, как выглядят разные типы эластографии. Транзиентная. Да, она дает только цифру вот здесь. Это прекрасно, что она дает цифру. Она измеряет 4 объемных сантиметра печени. Это достаточно приличный объем. Но у нее есть большой недостаток, нет изображения. То, что эти картиночки изображения вот в B-режиме и вот тут эластографическая карта в 3D в таком варианте, все-таки они недостаточно для визуализации. И, конечно, для нас оптимально уже другие виды. Но она очень хорошо работает. Посмотрите, сколько у нас времени. 13 лет. И мы говорим, что доказательная медицина, она хорошо измеряет жесткость в 7-м и 6-м сегменте печени. Очень хорошо, достоверно. Если есть у вас такая машина, пожалуйста, пользуйтесь. Есть. В остальных сегментах у нас не очень хорошие данные. Они тоже коррелируют с другими источниками. Но в основном, да, хотите измерить жесткость печени в этих сегментах, используйте транзиентную, она даст хороший результат. Компрессионная эластография печени, то есть она измеряет так называемый коэффициент от ударов сердца, печень колеблется, мы измеряем датчиком, и датчик не обязательно линейный, сейчас он и конвексный. И он измеряет жесткость. Но жесткость измеряет не в килопаскалях или метрах в секунду. Так называемое число, такое число условное, которое считает машина. Они коррелируют с биопсиями, верно, но здесь есть некий конфликт интересов, привязанных только к одной модели. То есть воспроизводимость эластографии одной фирмы, невоспроизводимость компрессионной эластографии печени другой фирмы. И пациенты, и вы, как специалист, будете привязаны с мониторингом, если этот человек только к одной модели. Это все-таки не совсем удобно с организационной точки зрения здравоохранения. Но понятно, что она, да, она работает. Она дает хорошие результаты в седьмом, шестом и пятом сегментах. Достаточно неплохо. Здесь похуже, потому что здесь еще есть компрессия брюшного отдела орты, здесь желудок, перистальтика, здесь сердце, достаточно большие колебания. Здесь она достаточно, видите, на графике работает неплохо, в остальных местах не очень удачно. Компрессионная эластография при эндосонографии. Ну, все понятно, что здесь используется эндоскоп с датчиком высокой частоты. И, естественно, мы можем измерить только гилюстные изменения. Вот здесь вот. При воротах печени, вот здесь очень хорошо показано зелененьким вот этим цветом, какие сегменты мы можем достаточно неплохо посмотреть. Здесь вот можно все-таки чуть-чуть растянуть, и мы можем зацепить и восьмой сегмент, если анатомически он хорошо расположен. Но, понимаете, эндосонография предназначена в основном не столько даже для печени. Она предназначена для поголовки поджелудочной железы, для оценки опухолей вообще гепатопанкреатодудунальной зоны и гилюстных опухолей печени. Сдвиговая волна. Сдвиговая волна – это достаточно неплохая методика. Она дает килопаскали, дает метры в секунду. Вот так она выглядит. Вот она достаточно неплохо дает информацию, смотрите, по всем сегментам. Достаточно неплохо. Вот так выглядит комби-эласты, которые объединяют несколько режимов. Видите, мы получаем хорошее B-изображение. В реальном режиме времени мы считаем и компрессионную, и сдвиговых волн, и стеатометрию. Ну, фирма не называется стеатометрия, дается другой немножко термин. Но если мы не привязаны к отдельным фирмам, мы можем говорить достаточно спокойно. Хорошая методика, новая, ей тоже следует определяться. Уровни доказательности. Мнение экспертов все-таки не является основным. Поэтому основным все-таки это систематический обзор. Так что является основным у нас? Это европейские рекомендации 2013 года, и мировые рекомендации по печени 2015 года, и европейские рекомендации по эластографии 2017 года. Посмотрите, какие прекрасные показатели в транзиентной эластометрии. Они четко совпадают. Вот биопсия данная, а вот данная килопаскаль. Это еще в 2010 году. Посмотрите новые данные Ферройоли 2012 года, как совпадает транзиентная эластография сдвиговых волн с биопсией печени. Видите? Эти цифры достаточно видны. Современные цифры, которыми мы пользуемся, вот они, пороги очищения. То есть они известны, широко известны, и я их привожу только в ознакомительные части, потому что вы это прекрасно все знаете. Это мы слайд пропустим. И так очень коротко по последнему нашему эластографическим рекомендациям. Они в виде 29 положений, где очень четко в каждое положение расписывают, как это делать. Вот я привел пример. Видите? Здесь в журнале медвизуализации за 2017 год, номер 6, на большой моей статье мы приводим характеристики этих положений в виде адаптации и валидации к российским реалиям. Кому это интересно, пожалуйста, посмотрите. Алгоритм оптимальной интерпретации, о которой я говорил в самом начале. Мало получить цифру. Надо учитывать демографические данные, данные анамнезисы Морби, анамнезисовиты, лабораторные данные, рекомендации по проведению эластографии фирмы-изготовителя и наличие эксперта-клинициста. Вывод. Возможно применение одного или нескольких методик эластографии в зависимости от клинической ситуации и локализации зоны интереса в печени для получения оптимального диагностического результата. Мы придумали вот такую картинку. Это универсальная эластограмметрия печени, которая использует данные мировых рекомендаций 2017 года. Вы можете их спокойно, бесплатно скачать на сайте, и у вас будут цифры, которые не нужно будет запоминать, где различные типы эластометрий, вы можете их все-таки сравнивать между собой. Что очень важно, дискуссия продолжается. Смотрите, мы не знаем точно, как ведет себя эластография при неалкогольно-жировой болезни печени. Сроки исследования при остром гепатите, оценка риска гепатоцеллюлярной карциномы все-таки неинвазивна. Как мы можем дифференцировать узел-регенерат от узла уже гепатоцеллюлярной карциномы, значимость фоновой патологии, как меняется цифра эластометрии при цитолизе, холестазе, при беременности, приеме пищи. Поэтому здесь очень важно учитывать эти данные анамнестические, то есть собирать анамнез. Почему это важно? Потому что, заметьте, в эластометрии мы имеем только фиброз, некроз, дистрофию, воспаление или иммуно-хистемическое исследование эластография не заменяет. Я прошу об этом помнить. Перспективы. Естественно, нужно общаться, нужно стандартизировать методику, и я вижу перспективы эластографии использования с контрастом усиленным режимом совместно в режиме фьюжна. Спасибо за внимание. До свидания. Продолжение следует...